Молодой северянин, заблудившийся в тундре в 40-градусный мороз, благополучно выжил в течение четырех дней, пока его искали спасатели. По признанию поисковиков, найти мужчину живым они почти не надеялись. Никита Покачев, 21-летний представитель так называемых коренных малочисленных народов Севера, к сожалению, не точняется, какого именно, 6 января отправился из своей юрты в город Муравленко к родственникам. Однако на середине пути, в районе озера Пиакута, на границе Ямаланенского и Ханты-Мансийского автономных округов, у него сломался снегоход. По телефону он сообщил родственникам произошедшим, но оставаться на месте и ждать помощи не стал. Встал на лыжи и отправился в обратный путь к своим угодям. Град 7-го числа у нас была очень сильная метель, все замело, там вообще сильно все замело, буран, там такое, что не видно было. Соответственно, все следы, все его путики, все его воздействия на лыжах. А по информации появилась информация, что он с него доставил и пошел на лыжи в обратную сторону, в сторону дома. Ему идти нужно было всего там в районе 55 километров. Когда в тундре поднялся буран, родственники Никиты забеспокоились. Покачев, конечно, выносливый парень, но несколько дней в голой тундре без запасов еды и воды при 40-градусном морозе не каждый выдержит. 9 января на поиски тундровика, у которого к тому времени уже разрядился спутниковый телефон, выдвинулись бойцы Ямал-Спаса, Югра-Спаса и волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». Информация, по-моему, появилась от родственников, что он звонил ночью к ним, телефон еще был у него, что он уже сильно устал, идти не может. Группа вылетела в составе летчика-наблюдателя и четырех спасателей, Таркасалин, поисково-спасательного отряда, потому что у нас не стоит на базировке «Втелёт не 8 ноябрьских», только Таркасалин, ближайший. Выдвинулись к нашим координатам, где мы на поиске. То есть был обнаружен его снегоход. Факторами, которые помогли 21-летнему парню выжить в тяжелых зимних условиях тундры, по словам спасателей, стали его навыки, хорошее знание рельефа местности, он безошибочно выбрал непродуваемое место и, конечно, традиционная северная одежда из оленей шкур. У него малится там, из оленей шкур сделано. То есть человек имеет опыт, внимание, то есть человек там живет в лесу. Соответственно, он вышел, судя, где его нашли, там, спрятался в пойме леса, где лес, там, сделал себе какое-то небольшое такое, сделал кастинок, там, ждал эту погоду. То есть человек, в принципе, подготовленный. Любой городской житель, я так понимаю, просто-на-простая, по-нибудь зуба. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке, во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.